Добрый день, дорогие друзья! В это время, как всегда, в эфире телеканала Хабар вас приветствует программа «Важно знать». Программа, в которой мы говорим и обсуждаем наиболее актуальные и интересующие наше общество темы. Продовольственная безопасность – бесспорно одна из них. Сегодня не будем говорить об этом, а самое главное – о результатах кампании по сбору урожая 2017 года. Об этом уже можно говорить, потому что сбор урожая в этом году завершен. Оправдались ли результаты, а самое главное – какие нововведения будут, опять-таки, внедрены здесь, в системе сельского хозяйства, и что ждать нашим аграриям. И на эти вопросы мы будем сегодня говорить и обсуждать с руководителем управления стратегией развития растеневодства Департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с Алматом Кунаковым. Алмат Шамильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что вы вместе с нами. Думаю, получится у нас с вами информативная беседа. А вам тем временем, дорогие друзья, хотел бы напомнить, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Наша программа абсолютно интерактивна. Присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 553-710, код города Астаны 71-72, либо же это можно сделать благодаря социальным сетям. Адрес программы вы прямо сейчас видите на своих экранах. Ну и прежде чем мы приступим к нашему диалогу, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. В Казахстане в этом году собрано свыше 21 миллиона тонн зерна. Наибольший урожай собрали в Североказахстанской области. Аграрии региона намолотили больше 5 миллионов тонн. Следом идет Костанайская и Акмолинская области. Минсельхоз объявила закупочные цены на зерно нового урожая. Теперь стоимость пшеницы будет зависеть от ее качества и места поставки. Так, за пшеницу третьего класса заплатят от 42 до 60 тысяч тенге за тонну. Пшеницы четвертого и пятого классов на порядок дешевле. Продовольственная безопасность, как одна из наиболее актуальных и приоритетных задач государства на сегодняшний день, опять-таки, не может не волновать нас. И поэтому, Алмат Шамильевич, вопрос, который, конечно, сейчас тут возникает касательно уборочной кампании. Насколько вообще, во-первых, качественно она реализовалась? И оправдались ли те прогнозы, которые Минсельхоз изначально делал? В текущем году уборка зерновых культур полностью завершена к 30 октября. Если сравнивать с предыдущим годом, то в прошлом, в 2016 году, на аналогичную дату, было убрано 93% зерновых. В настоящее время намолочено 22,1 миллиона тонн зерна при средней урожайности 14,4 центнеров с гектара. Если немножко от этих цифр отойти, еще раз возвращаясь к тому, что Министерство сельского хозяйства изначально планировало, и, как вы говорите, опять-таки, по сравнению с предыдущим годом, в этом году уборочная кампания была реализована более качественно? Более, во-первых, более качественно и своевременно. Какой из регионов нашей страны в этом плане оказался лидером по сбору урожая? Ну, если брать в разрезе регионов, это основные зерносеющие регионы. Акмолинская область собрана 5,1 миллиона тонн зерна. Костанайская 5,2 миллиона тонн зерна. И Североказахстанская это 5,6 миллиона тонн зерна. А если провести все-таки эту параллель в сравнении с предыдущими двумя годами, этот год как выглядит? То есть он все-таки понарастающе растет, либо как? Ну, в целом, в целом год неплохой с учетом условий текущего сезона, но урожай малым, чуть ниже, чем в прошлом году. Что там стало причиной? В первую очередь, погодные условия? Да, погодные условия. Вы сами в курсе, что в некоторых регионах наблюдалось жесткие условия в виде засухи. В средствах массовой информации совсем недавно прошла такая информация о том, что экспорт зерна в Республике Казахстан тоже по некоторым странам-экспортерам все-таки упал. Что не везде мы тот объем, который планировали, добираем и так далее. Но, тем не менее, возвращаясь к основным странам-партнерам для нас, скажем так, куда мы экспортируем нефть. Какие это страны? Давайте еще раз обозначим. Ну, традиционными импортерами казахстанского зерна это являются страны Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также Афганистан, Иран и Азербайджан. Так, в прошлом году в указанные страны было экспортировано 7,5 миллионов тонн зерна, что составляет 87% от всего объема экспорта. Аналогично в текущем году основной объем экспорта зерна будет приходиться на эти страны. Также динамично развивается экспорт в китайском направлении. Если в прошлом году было экспортировано 300 тысяч тонн с учетом муки, в этом году за 9 месяцев уже экспортировано 242 тысячи тонн. Китай мы можем точно назвать сегодня очень таким перспективным направлением с очень большим потенциалом для завтрашнего экспорта нашего зерна. Так и расценится Китай. Это как одно из перспективных направлений в настоящее. Анатолий Шамильевич, мы слышали уже не раз на самом деле, касательно политики Министерства сельского хозяйства по диверсификации посевов, когда сегодня мы говорим, нужно переключать свое внимание с пшеницы, на масляные, на бобовые культуры и так далее. Насколько сегодня эта политика и программа диверсификации в этом году, насколько она была успешной? Проводимая работа по диверсификации структур пассивных площадей предполагает собой оптимизацию, то есть некоторое сокращение площадей пшеницы. При этом диверсификация направлена на расширение площадей сельскохозяйственных культур, востребованных на рынке и, соответственно, также направлена на производство тех объемов сельскохозяйственных продукций, обеспечивающих загрузку перерабатывающих предприятий и укрепление кормовой базы животноводства. Эта программа сегодня насколько активно реализуется? Насколько мы действительно переключаем? К примеру, в текущем году, по данным статистики, площади пшеницы были сокращены почти на 500 тысяч гектаров. При этом площади зернобобовых культур увеличились на 274 тысячи гектаров и составили 446 тысяч гектаров. Площади ячменя выросли на 174 тысячи гектаров и составили 2,1 миллиона гектаров. То есть, насколько я понимаю, Алман Шмельевич, насколько я понимаю, как всегда в закон экономики гласит, что спрос рождает предложение, да, и в этом вопросе Министерство сельскохозяйства очень четко анализирует, да, что сегодня требуется рынку, и, исходя из этих запросов, собственно, и вы формируете, наверное, вот этот посевной объем. Ну да, как я и сказал, в первую очередь, производятся те объемы, необходимые для обеспечения загрузки и перерабатывающих мощностей. Я хотел бы, дорогие друзья, напомнить вам, что мы сегодня говорим о продовольственной безопасности, мы сегодня говорим о результатах посевной, и, самое главное, о результатах сбора урожая этого года. Уже настало время это обсуждать. И мы работаем в прямом эфире, телефон нашей студии 553-710. Как мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, вы в прямом эфире, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, меня слышно? Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Да, я не пропускаю, смотрю вашу передачу. Хотела спросить, как Министерство сельского хозяйства планирует решить вопрос про драчности работы элеваторов? Я вот сама перефермер и звоню вам из североказахстанской области. Спасибо. Спасибо большое. Продолжая, на самом деле, вопрос крайне актуальный. Последние годы мы в этом убедились, да, о том, что мы сталкивались с такой ситуацией, что то, что страна собирает, мощностей наших элеваторов не хватает. И потом огромная критика поступает касательно гниющего там зерна, который под открытым небом и так далее. Как эта проблема сегодня решается? Ну, насчет того, что гниет зерно, это информация, конечно, не соответствует действительности. В целом, по республике общая емкость хранения зерна составляет 26,7 миллионов тонн. При этом на хлебоприемных предприятиях это 13,7 миллионов тонн. У сельхозтоваропроизводителей 13 миллионов тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения собранного урожая с учетом остатков прошлых лет. Программа по расширению элеваторов, программа по поддержке и субсидированию наших частных фермерских хозяйств. Как сегодня она реализуется? Насколько она успешна? И насколько мы сегодня можем уже говорить о каких-то первых результатах? Ну, касательно увеличения объемов мощностей, то в рамках программы инвестиционного субсидирования имеется такое направление, как создание и расширение зернохранилища для масличных культур. Она сейчас реализуется. Но эта программа все-таки такая некая долгоиграющая, такая дорожная карта, да? То есть есть у нее какое-то такое логическое завершение или год, которому вы хотели бы достичь каких-то конкретных показателей? Ну, к примеру, согласно государственной программе развития агропромышленного комплекса, к 2021 году ожидается производство масличных культур до 3 миллионов тонн. Соответственно, если в настоящее время у нас именно для масличных культур имеется емкость хранения чуть более 2 миллионов тонн, соответственно... То есть показатель процентов на 30 необходимо в ближайшее время увеличить, да? Алмач Амельевич, у нас есть вопрос, который пришел на электронный адрес. Будет ли закончена уборка зерновых, кормовых и масляничных культур в срок? До какого периода планируете ее полностью завершить? Ну, как я озвучил также, уборка зерновых уже полностью завершена. Уборка масличных культур. Убрано 93% площади масличных культур. Если говорить о предыдущем году, в прошлом году, на аналогичную дату было убрано 84% масличных. Также завершена уборка овощей, картофеля. То есть в этом плане все согласно определенному графику происходит, да? Алмач Амельевич, вопрос, который не может нас не беспокоить, да, это касательно вообще материально-технической базы сегодня в сельском хозяйстве, которая используется, да, в агросекторе и так далее. Насколько сегодня Министерство сельского хозяйства вот в этом вопросе держит руку на пульсе, контролирует эти процессы? И сегодня то оборудование, которое используется, да, насколько оно вот позволяет, во-первых, максимально оптимизировать производство, максимально минимизировать какие-то производственные потери и так далее. Сегодня ту базу, которую мы используем, какое состояние? Ну, касательно сельскохозяйственной техники, оборудования, то, как я и говорил, в рамках инвестиционного субсидирования предусмотрено целый перечень направлений. Там у нас предусмотрено и не только оборудование для зернохранилищ, да, это одно из направлений. Есть направления и по приобретению востребованной сельскохозяйственной техники, где возмещается определенный процент затрат сельхозтоваропроизводителя. Что касается растеневодства, также есть и по строительству, к примеру, возмещается определенный процент затрат по строительству и расширению, к примеру, картофель и овощих хранилищ. И также на укрепление материально-технической базы направлено целый ряд направлений указанной программы. — Алман Шмельевич, ну и все-таки возникают вопросы касательно прозрачности работы элеваторов, видимо, потому что в свое время подобные вопросы возникали. Как сегодня данная проблема решена? Насколько мы действительно можем быть уверены в полной прозрачности в этих финансово-товарных сделках? — В 2016 году в законодательство о зерне были внесены изменения, предусматривающие перевод бумажных зерновых расписок в электронный формат. Вот с июля 2016 года была внедрена информационная система зерновых расписок. То есть каждый владелец зерна, любой владелец зерна, в онлайн-режиме может отслеживать за всеми теми действиями, что происходит или осуществляет хлебоприемное предприятие с его зерном. — То есть вот этот процесс максимально ситуацию сделал прозрачную и легко контролируемую? — Да, сидя посредством интернета, сидя в личном кабинете, он может отслеживать. — Спасибо большое. Как мы понимаем, цифровизация в данную сферу точно так же пришла, что, конечно, не может не радовать. Я вас благодарю за эту беседу и хотелось бы пожелать всего самого наилучшего в вашей непростой работе. — Спасибо. — Спасибо большое. Вам, дорогие друзья, хотел бы еще раз напомнить, что сегодня мы говорили о стратегической теме, о теме продовольственной безопасности, о том, как, собственно, произошел сбор урожая в этом году. И на наши вопросы отвечал руководитель управления стратегией развития растеневодства Департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Алмат Кунаков. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Увидимся, как всегда, здесь же, в эфире телеканала Хабар, в программе «Важно знать». Пусть все у вас будет хорошо и будем, как всегда, на связи. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова